Всем привет! Вы на канале iLounge, меня зовут Дима, и сегодня мы сделаем обзор на самые крутые кейсы для новенького iPhone XS Max. Ну и по традиции мы начнем свой обзор с оригинальных Apple-овских кейсов, а именно Leather Case и Silicon Case. И тут хотелось бы отметить, что Leather Case вообще никак не поменял свой дизайн по сравнению с предыдущими всеми поколениями. Это такая же чехол-накладка с качественной кожей, и он имеет хороший вырез для свайпа, который позволяет вам с легкостью переключаться между приложениями. Среди плюсов можно выделить внутренний слой микрофибры, приятные алюминиевые повторители кнопок, а также немного выступающие бортики над экраном. К сожалению, чехол остается слишком нежным, он легко царапается от ключей, со временем он покрывается патиной. Попросту говоря, он темнеет, что нельзя отнести к явным плюсам, но это кожа и от этого никуда. И тут уже дело вкуса. Apple Silicon Case имеет схожую с лезером конструкцию и форму. Материал данного кейса однозначно практичнее, и он по ощущениям более скользкий. Он не получил никаких изменений. Сегодня на рынке присутствует большое количество копий на оригинальный Silicon Case, И тут хотелось бы сказать, что изготовлены они очень неплохо, поэтому если вы не хотите тратить кругленькую сумму на оригинальный кейс, смело покупайте OEM и пользуйтесь, это такой же отличный кейс. Full Leather Case от компании Mujo. Еще один кожаный чехол в нашей подборке. И самое крутое, что когда мы встречались с основателями этой компании на выставке IFO в Берлине, уже тогда я смог подержать этот чехол и приблизительно понять размеры и форм-фактор новенького iPhone XS Max, который еще даже не был показан официальной презентацией. И я уже тогда понял, что это будет достаточно большой телефон. В целом он очень похож на свой аналог от Apple. Здесь используется дубленая кожа снаружи и присутствует микрофибра внутри. Также имеется вырез снизу для лайтинг-портов и отверстие для камеры сзади. Единственное отличие – это кожаный повторитель кнопок, который быстрее затирается и изнашивается. Хотя цена его ниже, чем у чехла от Apple, но этот минус обязательно нужно учитывать перед покупкой. У X-Doria Defense Luxe Leather есть все самое необходимое для защиты вашего нового смартфона. Также разработчики добавили отдельную акустическую систему для вывода звуков, которая направляет его непосредственно к пользователю во время того, когда вы используете свой смартфон. Он обладает прочной конструкцией с алюминиевой рамкой по бокам и дарит защиту при падениях с трехметровой высоты. Он также может похвастаться красивой кожаной вставкой сзади. Чехол очень крутой и качественный, но, к сожалению, он немного утолщает и утяжеляет телефон, что немного ухудшает эргономику и то, как он сидит в ваших руках. А покупателю часто нужен баланс. Это такое идеальное сочетание веса, объема и защиты. Таким идеальным вариантом защиты может стать кейс серии Плазма от американского бренда UAG. Его структурированная пластиковая поверхность с характерными ребрами жесткости по бокам, снизу и сверху, очень легкая. При этом ее нельзя согнуть или скрутить, если просто сдавливать пальцами или руками. Прибавляем сюда хорошую защиту углов, задней камеры и экрана и получаем оптимальный выбор для своего девайса с защитой от падения с двухметровой высоты и к тому же стильной полупрозрачной фактурой. Явных минусов или дефектов здесь нет. Налицо только явные плюсы. Отдельно хотел бы затронуть категорию прозрачных чехлов накладок на ваш телефон. Практически у каждого бренда сегодня существует свой прозрачный чехол, будто Spigen, Tech 21 Pure Clear, Spec Presidious Tech Clear, либо Otterbox Symmetry Clear. В каждом из них присутствует хорошо продуманная защитная конструкция, а визуально они незначительно могут отличаться лишь своей формой. Все они, конечно же, рассчитаны на тех, кто не хочет скрывать внешний вид своего золотого iPhone XS Max или попросту не привык носить свой телефон в чехле, что, несомненно, остается хорошим плюсом. Единственный недостаток здесь – эти кейсы могут покрываться отпечатками пальцев или царапаться, и для некоторых покупателей выглядят слишком просто. Lifeproof Slam – чехол от бренда, который делает кейсы буквально на все случаи жизни. Чехол отличается своей разборной конструкцией, противоударным бампером и задней пластиковой пластиной с хорошо проработанной конструкцией боковых сторон, и повторителей для кнопок громкости. Отдельного внимания заслуживает изогнутая конструкция бампера, которая хорошо подходит для свайпов по экрану. Опять же, за счет прозрачной задней стороны на нем обязательно будут оставаться следы и отпечатки пальцев, также возможны мелкие царапины и потертости при интенсивном использовании, и это, к сожалению, нужно отнести к минусам. Напоследок, хотел затронуть тему бамперов для новых iPhone. И начнем мы с элемент-кейс Vapor S. Если вы помните, бампер был очень популярный во времена 4 и 5 айфона. По сути, это универсальный чехол, поскольку в комплекте есть защитное стекло на заднюю панель смартфона, которое превращает его в полноценную накладку, но и отдельно он может использоваться как бампер. За счет разборной конструкции здесь есть целый набор свойств и сверхточная обработка корпуса, и винтовая система крепления каждой детали, и хорошая защита от ударов и повреждений, и даже действительно приятная на ощупь внешняя матовая поверхность данного чехла. Единственный минус – долгая и муторная установка кейса на свой iPhone, в ходе которой вам обязательно придется поработать отверткой. И делать вы это каждый день точно не будете. В противовес посмотрите на бампер CrashGuard NX от компании RinoShield. Он очень гибкий и в то же время достаточно крепкий. Если брать по сравнению с Vapor S, то он реально компактнее и легче. На iPhone он одевается очень просто, а главное быстро. При этом, если верить производителю, он сможет уберечь телефон при падении с высоты до 3,5 метров, что является большущим плюсом. Как таковых минусов здесь нет, разве что такой бампер не защищает заднюю панель от прямых ударов. Итак, подведем итог. Конечно же, каждый покупатель выбирает свой любимый чехол по каким-то критериям. Одним больше нравятся бамперы, другим прозрачные чехлы, ну а третьим только кожаные накладки. Но если проанализировать все предоставленные нами варианты отдельно, учитывая все сказанные плюсы и минусы, то я бы рекомендовал обратить внимание на UOG Plasma. Тем более, ребята уже не первый год занимаются производством кейсов и в последнее время заметно улучшили свое мастерство. Но и тут также не хотел бы забывать про оригинальные кейсы, поскольку это, ну, если честно сказать, must-have кейс на сегодняшний день. А на этом у меня все. Если вам понравился этот обзорчик, ставьте лайк и обязательно подписывайтесь на наш канал, поскольку мы готовим обзор на самые крутые кейсы для яркого iPhone XR. Субтитры создавал DimaTorzok